9.30 утра. У проходной Бобруйск-Агромаша высокопоставленные гости. И это не случайно. Посещение агрохолдинга в рабочем графике премьер-министра Беларуси Романа Головченко. От слов приветствий сразу к цифрам. В роли докладчика генеральный директор Надежда Лазаревич. Главу правительства интересует буквально всё, от прибыли до номенклатуры выпускаемой продукции. Ведь ещё 5-6 лет назад предприятие балансировало на грани банкротства. В трудные времена государство подставило плечо. И уже сегодня Бобруйск-Агромаш – флагман отечественного машиностроения. Цифры как неоспоримый факт. В шорт-листе 50 стран-партнёров. Прирос зарплаты за два года на 153%. На 143 вырос экспорт, с 300 до 22 снизились складские запасы. Спланированный план производства уже на ближайшие, твёрдые заказы на ближайшие, полгода уже есть. Мы понимаем, что нам необходимо делать и производить. Бобруйск-Агромаш – это холдинг. В его структуре 6 предприятий. И входили в состав они раньше, скажем прямо, не с лучшими показателями. Были задолженности, низкие зарплаты, не самая впечатляющая рентабельность. Сейчас, отмечает Надежда Лазаревич, дела уверенно идут в гору. Даже Брест электромеханический, тот, который вошёл ко мне в июле, вышел уже на чистую прибыль и приросли в 200% опиемопроизводства. Мы за три месяца отгрузили все долги, которые два года они не могли отгрузить по СиЭЛ. На достигнутом Агромашевцы не останавливаются. По словам гендиректора, чтобы на сельскохозяйственную технику был спрос, необходимо шагать в ногу со временем. Мы прорабатываем модернизацию завода в размере 20 миллионов белорусских рублей. Срок завершения данного проекта – 2025 год. Благодаря программе развития машиностроения закуплено оборудование на сумму 5 миллионов долларов США, установлено на территории завода и будет выполнять свою функциональную нагрузку с 2021 года. Долгов у предприятий нет, ни просроченных ни по банкам, ни по бюджетным займам. Мы работаем с рентабельностью, мы работаем с прибылью, и мы выполняем все показатели, доведённые областью и городом. От цифр и статистики в самую гущу событий. Уже в цехах Роман Уголовченко показывает, как создаётся бренд с бобруйской пропиской. Механика сборочная и покрасочная цеха. Здесь пример интересуется всеми этапами производства. Большой интерес вызывает уже готовая продукция. Ведь техника под маркой «Бобрус Агромаша» может удовлетворить даже самого изысканного покупателя. Пресс-подборщики, стейлки, кормоуборочные аппараты, тракторные прицепы. Одна из самых популярных – машина для несения твёрдых органических удаврений. МТУ-18 можно использовать и для перевозки сельскохозяйственной продукции. Грузоподъёмность 18 тонн, вместимость кузова – от 15 до 25 метров кубических. Премьер-министр отмечает, для того, чтобы изыскать резервы для дальнейшего развития, необходимо продумать создание госкорпорации. Вопрос обсуждался и на Всебелорусском народном собрании. Это заложено и в программе правительства, и в программе социально-экономического развития страны. Не отпускают Романа Головченко и без записи книги почётных гостей. На память о поездке на сельхозпредприятие гендиректор приводносит главе правительства сувенир – мини-технику. Большой подарок вам. Машина. Это наш кормилица. Самая высокоретабельная машина. Которая разбрасыватель? Которая разбрасыватель, да. Следующей локацией в маршруте премьер-министра становится типографией имени Непогодина. Здесь печатают книги, журналы, газеты и бланки. А ещё делают упаковку. Оценить масштаб работы несложно. Например, зефир красного пищевика попадает к покупателю в обёртке, созданной в этой типографии. Сырки, сгущёнка, молоко, кефир. В плену у бобруйских мастеров практически вся пищевая промышленность. Сюда же добавляем марки-талончики. И всё же это успехи вчерашних дней. Сегодня в приоритете переход на электронный формат. И даже в цифровой. Как ни крути, бумажный вариант документов уже прошлое. И здесь предприятие сыграло на опережение. Не спеша и грамотно переключилось на выпуск современных видов продукции. Для любого предприятия важно шевелиться и подстраиваться вовремя под те тенденции, которые складываются в окружающем мире. В общем, важный момент. Сегодня много об этом говорили. Это переход на выпуск специальных кодов для маркировки товаров. Мы знаем, что целый ряд продукций в Евразийском экономическом союзе подлежит маркировке. В частности, это касается молочной продукции, одного из наших основных статей экспортных. И, по-моему, с 1 мая немаркированная продукция не сможет поступать на рынки стран-членов ЕС, в частности, и в Российскую Федерацию. Поэтому, чтобы экспорт не остановился, важно упреждающие шаги предпринять. Это сложная технология, как сегодня директор рассказал. Но, тем не менее, мы вовремя фактически разворачиваем производство кодов для того, чтобы оснащать предприятия и производители. Это тоже очень важно, потому что, если проспать этот момент, потом можно просто остаться со своим товаром, который за пределы республики никуда не уедет. Бобруйск-Агромаш, типография имени Непогодина. По профилю разные, но оба заточены на экономические успехи. Ничего удивительного в преследовании именно финансовой составляющей. Ведь главный показатель высокого уровня жизни, как ни крути, реальные доходы людей. Здесь много факторов. Один из них – высокий показатель работы промышленного сектора. В первую очередь, это касается машиностроительного холдинга, который входит в список градообразующих предприятий всей области. Здесь же Белшин и Мясокомбинат – всего шесть представителей Бобруйска. Именно от их работы зависит и состояние, благосостояние их семьи. Если мы, в частности, говорим о наших градообразующих предприятиях, взять уже Белшину, на которой работают 8 тысяч человек, вроде бы, но если в объеме города посмотреть и умножить на количество проживающих в той семье, где работает даже один человек, то это, наверное, умножить на 4. Это 32 тысячи населения только тех людей, которые зависят от зарплаты того-либо иного предприятия. Поэтому важно сегодня, чтобы мы не останавливались на достигнутом. Важно сегодня идти в новую со временем. И сегодня, когда мы посещали эти все наши предприятия, такой был важный посыл сделан. Да, было сложно, да, было тяжело, но мы сохранили производство, сохранили людей. Сейчас нужно уже идти вперед. Надо развиваться, модернизироваться для того, чтобы еще больше нарастить новые рынки сбыта, найти даже новые рынки сбыта. И тем самым, конечно, мы понимаем, от этого зависит было состояние именно в том числе и города, но и в отдельно взятой семье. Высокое качество жизни – приоритет белорусского государства. И все-таки творцы любых успехов – сами люди. Максим Кембель, Андрей Богдан, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.